Здравствуйте, дорогие зрители. Райан Дженсен, 33-летний мужчина, перенес кровоизлияние в мозг месяц назад, попал в кому и, несмотря на усилия врачей, так не вышел из комы. Ущерб мозга был необратимым. Его семья приехала навестить его всей сборной командой, и в последний день, перед отключением оборудования, родственники привезли его собаку, чтобы попрощаться. Сестра Райана сняла это событие на камеру. Молли, его собака, была очень удивлена, потому что ее хозяин не проснулся, чтобы попрощаться. Мы хотели, чтобы собака поняла и приветствовала все. Мы не знаем, как мы это сделали, но когда мы вернулись домой, она сильно перепугалась и не понимала, куда ушел Райан. Шесть лет назад Райан нашел Молли еще щенком на пустыре, где ее бывшие владельцы ее оставили. С тех пор мужчина и собака были неразлучны. До воскрешения! Идея того, что не только родственники, но и домашние животные имеют право попрощаться с умирающими, очень человечна и становятся общим трендом по всему миру. В то время как в России считалось правилом, и к сожалению, до сих пор считается, что никто не должен быть госпитализирован в реанимацию для человека, который уже не вернется обратно. Даже родители для ребенка. В России такая прощальная сцена, возможно только в некоторых больницах. Например, в первой московской лечебнице. Но постепенно близкие родственники неизлечимо больных людей восстанавливают свое право прощаться с умершими людьми по-человечески, несмотря на медицинскую бюрократию. Эта трогательная сцена произошла во время похоронной церемонии в одном из канадских городов. Один из канадских ритуальных агентов позволил попрощаться со своим умершим хозяином. Пес подошел к гробу и встал на задние лапы, как сообщает сайт Good News About Animals. Это произошло в начале 2018 года. Хозяйка собаки по имени Сиди, с которой они прожили вместе 13 лет, получила внезапный сердечный приступ. Родственники вызвали скорую, но оказалось, что уже поздно, мужчина был мертв. Когда врачи ушли, Сиди подошла к нему и легла рядом, положив голову под его руку. В течение следующих 10 дней, пока готовились к похоронам, Сиди была в глубоком стрессе. Она почти не ела и практически не спала, за это время потеряв 4,5 килограмма. Она лежала около окна или двери, как всегда делала, когда хозяин уходил на работу. Она все еще ждала, что он вернется. Она была его собакой, настоящей дочкой папы, говорит вдова. В день похорон вдова взяла собаку с собой на прощание, говоря, что не может поступить иначе. Для него пес был таким же важным членом семьи, как его жена и сын. Тогда мы позволили собаке войти на церемонию и также попрощаться с гробом, говорит ритуальный агент. Когда Сиди подошла к гробу и встала на задние лапы, в зале раздался вздох удивления, и вы могли почувствовать все эмоции. Кажется, что никто из присутствующих в зале в тот момент не оставался сухими глазами. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете много интересного, и также пишите лайки и комментарии, что вы думаете об этой истории.